Почему Сергей Павлов остался не очень доволен качеством игры Арсенала? После удаления, наверное, Арсенал не совсем знал, что делать, как сказал Павлов на пресс-конференции. Ну и это нормально, что тренер требует от команды играть всегда как можно лучше. По сравнению с первыми играми, может быть, не так хорошо Арсенал сыграл, но главное – это победа, три очка. Сейчас это самое важное. У многих сложилось впечатление, что судья играл на стороне Арсенала. У вас какое впечатление осталось от игры? Да, смотрел игру и видел моменты. На мой взгляд, красная карточка немного несправедлива, потому что, скорее всего, это желтая карточка должна была быть показана в этом эпизоде. Поэтому какие-то, конечно, мысли закрылись у специалистов, болельщиков, но судья видел по-своему, и я не думаю, что какое-то предвзятое отношение было в пользу Арсенала. Играя в большинстве, почему мы позволили распаковать наши ворота? Ну, знаете, гол, пропущенный Арсеналом, был пропущен со стандарта. То есть это не какая-то комбинация, где-то ошиблись, нас обыграли, забили. Нет. Это стандартное положение, поэтому это нормально. Играя восьмером, можно пропустить, забить точнее гол со стандарта. Этот гол напомнил нам о временах Булатова и поражениях на последних минутах. Может, проблема в психологии команды? Мне кажется, это проблема не в психологии команды. Как раз сейчас, с приходом нового тренера, здоровая атмосфера в команде. Мне кажется, в психологии все хорошо на данный момент. Какие сильные и слабые стороны Арсенала можно отметить в этой игре? Ну, в сильные стороны, это, наверное, все-таки команда играет, старается играть в свой футбол. И у нее это получается. Забили гол. А слабые стороны, ну, я не знаю, может быть, кто-то там хотел, чтобы команда крупнее выиграла. Ну, и это достаточно. Победа. Будем болеть за Арсенал и надеяться, верить, что команда попадет в Премьер-лигу. Все сейчас, как бы, к этому располагает. Удачи команде. Анастасия Жукова, Алексей Зотов, Теле Тула.